Всем привет, господа ножеманы! Герой сегодняшнего обзора нож от компании Кьюби, который называется Карв КБ-237. Именно с этого ножа я решил начать знакомство с этой компанией, потому что именно от этого ножа я посмотрел несколько его обзоров. Так, по диагонали были в восторге все. И обзорщики, и комментаторы. Ну что ж, я решил его заказать на пробу и я вам скажу, ну я не испытываю однозначного восторга от этого ножа и даже кое-где не понимаю этого восторга, хотя скажу, что да, нож сам по себе очень неплох, очень даже бы я сказал хорош. В некоторых местах он мне не очень понравился, а некоторые места у меня, ну откровенно говоря, вызвали такое недоумение не сказать даже, что легкое. Ну в общем-то начнем, как говорится, обо всем по порядку и начинаем, как обычно, традиционно с рукояти. Причем здесь хочется заглянуть сразу внутрь этого ножа и посмотреть на лайнеры. Лайнеры здесь облегчены. Облегчены оба лайнера, которые выкрашены в черный цвет. Точно так же, господа, нажиманы, как и клинок. Причем выкрашенное определение может быть в отношении этого ножа не совсем правильно, потому что выкрашено все это дело и либо чем-то покрыто, я не знаю. Производитель об этом умалчивает. На простую краску это не похоже, но вот какое-то напыление. В общем, напыление есть на ноже, напыление есть на облегченных лайнерах. За счет того, что, как вы заметили, лайнеры ножа облегчены оба, за счет того, что они довольно не толстые, и за счет того, что накладки ножа сделаны из G10, причем из G10 выбранного внутри, весит этот довольно-таки немаленький нож, я сказал бы, что очень-очень немного. 85 миллиметров длина клинка, 202 миллиметра общая длина, весит он при этом 114 грамм. Это действительно немного и легким он, в общем-то, таковым в руках и ощущается. Более того, я вам скажу, в руках он ощущается очень-очень удобным. Причем я вот тут повангую немножко, таковым он будет ощущаться как вот в небольшой ладони, как у меня. А у меня ладонь 90 миллиметров по ширине, так и в довольно большей, либо меньшей ладони, просто за счет того, что у ножа очень эргономична, очень продуманная, на мой взгляд, рукоять. Если ладонь будет больше, то вот эти пальцы уедут назад, ну и вполне себе возможно свесится мизинец, но тем не менее ножик очень хорошо обхватится, и он очень хорошо и обхватывается вот таким вот, выставлено тактическим хватом, который любят всякие самооборонщики. И убивцы. Если это будет ладонь, как у меня, то тут просто все продуманно ложится на свои места. Вы не смотрите, что вот такая вот хитрая многогранная рукоять у ножа. На самом деле эти грани не ощущаются вообще никак, они просто ощущаются как именно вот такие вот плавные выемки. В общем-то, в такой вот среднеразмерной ладони, либо мелкой, как у меня, как хотите, так и понимаете, нож ложится прям вот так вот замечательно. Хорошо, если это будут меньше пальцы, то они точно так же очень удобно разместятся на всех подпальцевых выемках. Ну и вы видите большой палец, куда хорошо и удобно ложиться? Он хорошо и удобно ложится в предназначенную подпальцевую выемку на клинке этого ножа. Здесь же сделана насечка. Насечка не агрессивная, но чувствительная. То есть с одной стороны, с одной стороны она как бы не даст соскочить пальцу, с другой стороны она его не корябывает, а с третьей стороны, ну не даст соскочить пальцу. Это я так вот формально говорю, потому что когда вы ложите палец вот сюда, ну как-то уже упирается он в обушок, в подъем обушка, и наличие либо отсутствие этой насечки становится некритичным. Хорошо нож лежит вот в таком хвате. Тут так же посмотрите пальцы трын-трын-трын, все на свои места ложатся. Ну и обратный хват продуман, да, что-то пробить, либо что-то проколоть. Ну и как вы заметили, у ножа есть большой, хорошо выраженный чойл, в который можно засунуть указательный палец. И вот здесь как нельзя, кстати, приходится насечка для того, чтобы взять и что-то аккуратно либо срезать, либо что-то проковырять. В общем, вот так вот долго и обстоятельно я вам сказал про эргономику, но это стоило сделать, потому что она здесь действительно хороша. Чего-чего, а этого у нее не отнять. Так же хороша, как хорошо сделаны накладки из G10. Да, кажется, что они вот такие вот угловатые, многогранные, и будут не очень дружелюбные к рукам, но нет. Я уже сказал, что и к рукам все лежит замечательно, да и сделано. Как видите, все тепло и лампово, как я говорю, как мне нравится. А именно накладки, выбранные внутри. И холодный недружелюбный лайнер, и скрытые внутри накладок. Поэтому, когда вы берете нож в руку, вы ощущаете только хорошо, а это действительно так, хорошо обработанные накладки. Все заглажено, сняты. Такие хорошие, мощные, многогранные фасочки с хорошо, ну, я скажу так, с хорошо продуманной текстурой. Она как бы есть, она позволит лучше контролировать нож, но ее как бы нет. Да, вот так вот, как хотите, так и понимаете. То есть она абсолютно не агрессивна к рукам. Собирается нож, как вы видите, всего лишь на одной бонке задней, с помощью винтов, и на осевом. Причем, задняя бонка является же и креплением клипсы. Клипсы односторонние, клипса вообще никуда не переставляется. Для кого-то, кажется, это минусом для меня. Нет, она стоит в самом любимом моем положении. И клипса очень и очень рабочая. Мало того, что с ее помощью легко можно посадить нож на карман, она хорошо его там удерживает, она еще и полностью скрывает этот нож в кармане. Клипса наиглубочайшей посадке. К сожалению, нет никакого темлячного отверстия, но можно зацепить темляк либо вот так вот за клипсу, как нынче модно, либо вот за это отверстие. Ну, сказал бы, что можно за боночку, но тогда надо очень сильно его утянуть, потому что в ином случае, его прорежет там та плоскость этого ножа. Ну, не знаю, оценили вы или нет, но механика у ножа просто пушка, просто бомба. Вот чего-чего этого не отнять. Причем, посмотрите, с каким щелчком, как мощно он вылетает, я бы даже сказал, с какой отдачей. Вот именно так я скажу и никак иначе. Все благодаря тому, что нож сделан на подшипниках. Более того, господа ножманы, обратите внимание, на каких подшипниках. С учетом стоимости этого ножа прямо-таки удивительно. Керамические подшипники в обойме желтого металла. Точно такие же керамические, как шарик Детента, который расположен на лайнере. Выбрасывается нож из своей рукояти с помощью плавника. Плавник тут хороших размеров. Может быть, даже, я бы сказал, излишне хороших размеров. Хотя для такого тактика нож у нас является, ну, как ни крути, а таким тактическим. Такой развитый подпальцевой упор эта штука не лишняя. Но подпальцевой упор сделан с вот таким вот отверстием. Отверстие надо полагать, ну, чисто декоративное. Было бы оно других размеров и других форм, я бы сказал, что отверстие для 3-ти ВКО бы, а нет. Просто отверстие. Просто отверстие, которое расположено на плавнике, казалось бы, вот такого простого танта ножа. Однако, не все так просто, как вы думаете. И тут самое время перейти к тем моментам, которые вызвали у меня недоумение. Ну, и недоумение, господа нажиманы, на этом ноже у меня как раз таки вызвал тантокончик. Хотя, обращая внимание на его название, а карф переводится вырезать, вырезающий, наверное, как-то так можно перевести. Недоумения быть не должно. Потому что тантокончик здесь именно сделан таким, знаете, вырезающим, как на скальпеле, как на канцелярском ноже. Что, в общем-то, противоречит самой идее тактического танта ножа. Потому что сами американские танты и были, в общем-то, задуманы, как ножи тактического направления, с мощным усиленным кончиком, где сведение у этого кончика более толстое, чем на плейновой части. И как раз таки его задача с помощью вот такой конструкции участвовать в какой-то пробивной работе либо работе на излом. Здесь же всё сделали наоборот. Здесь сделали кончик с очень тонким сведением. Вот такой вот колющий, деликатный, который оказался действительно вот таким вот, ну, фигурным вырезателем. По-другому не скажу. И в противовес этому кончику сделали, ну, вот такую вот более тактическую, более толстую, с более толстым сведением плейновую часть. Потому что сам кончик сведен в 0,4 мм. А вот эта часть сведена в 0,55-0,6 мм. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я вам скажу так, господа ножманы. В некоторых моментах лично для меня, лично для меня, как оказалось, этот нож режет не очень предсказуемо. Да, он предсказуемо хорошо режет мягкий, податливый материал. Он предсказуемо колет материалы не мягкие, не податливые, такие, как ворковка и картошка. Потому что 3,5 мм толщины клинка, причем со спусками от 2 третей, поэтому да, поэтому режет он как тактик. Другое дело, другое дело, что почему-то, несмотря на то, что, как вы заметите, нож режет очень и очень хорошо, на мой взгляд, для своих параметров, резать мне было им не очень удобно. Он весьма и весьма неуправляем. Врезе скажу вот так. Уж не знаю почему. Но это были мои ощущения, и что есть, то есть. Этого не отнять, как не отнять того, что поразительная просто режущий потенциал и режущая способность, вот, конечно, оказалась у этой танто поверхности. Как вы заметили, с помощью НИВЁ можно очень классно, очень контролируемо и очень прецензионно что-то срезать, что-то состругать, либо подрезать. Ну, а рез на поверхности линолеума всеми плоскостями, уголком и этой танто плоскостью говорил сам за себя. Ну, а вот рез плейновой частью, как уже сказал, мне не очень понравился. Почему-то нож у меня вот не очень хотел резать, заваливался то на один бок, то на другой. В общем, не ощутил я какого-то полновластного над ним контроля. В общем, такой вот ножик. Такие впечатления. На этом у меня всё. Всем, как обычно, удачи. Оставайтесь на канале. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok